столица великобритании лондон считается одним из лучших городов мира помимо самой узнаваемой башни с гигантскими часами и звонким колоколом известным как биг-бен вдоль темзы тянутся здание парламента резиденция правительства великобритании на протяжении многих веков парламент англии является законодательным органом королевства англия существующего с начала четырнадцатого века лондон также известен тем что является домом для большинства современных парламентских демократий ордер calm yourself man the lion must get back in his den ордер you're yelling across the chamber be quiet Mr. Jacob ордер you are over excitable and you need to contain yourself it requires you to take some medicament and so be ордер order Знаменитые черные такси курсируют по городу в любое время суток. Как же не прикоснуться к такому культовому символу Лондона? Другими из самых знаковых достопримечательностей Лондона, наравне со знаменитыми черными кэбами, являются его красные телефонные будки и ярко-красные двухэтажные автобусы, которые постоянно выстраиваются в лондонские пробки. А чтобы увидеть красочную демонстрацию марши и музыки знаменитой церемонии смены караула, возле Букингемского дворца собираются толпы людей, независимо от сезона. Великолепный лондонский таур на протяжении веков выполнял множество различных ролей. Бельгельм-завоеватель построил Белую башню в 1066 году, стратегически расположив ее на берегу Темзы, чтобы она служила одновременно крепостью и воротами в столицу. Символ королевской власти лондонский таур исторически служил королевским дворцом, политической тюрьмой и местом казни. Его здания и территория также использовались в качестве оружейной палаты, королевского монетного двора, государственного архива и даже зоопарка. В ювелирном доме лондонского таура драгоценные камни представляют собой уникальную коллекцию королевских регалий и до сих пор регулярно используются королевой для важных национальных церемоний. На протяжении всей истории башня была видимым символом трепета и страха. Короли и королевы заточали своих соперников и врагов в этих стенах. Неудивительно, что множество призраков бродят по залитой кровью земле в поисках справедливости или своих потерянных голов. КОНЕЦ СПУСТЯ ПОЧТИ ТЫСЯЧЕ ЛЕТ СПУСТЯ ПОЧТИ ТЫСЯЧЕ ЛЕТ Башня по-прежнему может очаровывать и наводить ужас. Лондон-Ай Официально открытый 30 июня 894 года Таурский мост стал бесспорным символом Лондона. Он также играл ключевую роль в части церемонии открытия Летних Олимпийских игр 2012 года. С удивлением и недоумением, с гордостью и смехом зрители наблюдали момент, как красиво рушились границы между реалями и вымыслом. В 2012 году Королева шокировала мир, появившись в краткометражном фильме о Джеймс Бонде, когда Дэниел Крейг в роли Джеймса Бонда и Королева пролетели на вертолете через Лондон, а затем вдоль Тензи мимо Лондон-Ай через Таурский мост. И в конечном итоге благополучно приземлились на Лондонском Олимпийском стадионе на радость восхищенной публике. Лондон известен своим статусом одного из величайших космополитических городов мира, с невероятным количеством музеев, магазинов и ресторанов. Но он также известен своей интересной историей королевской семьи. Елизавета Александра Мария родилась в Лондоне 21 апреля 1926 года. Даже не предполагалось, что она когда-то займет трон, поскольку ее отец был младшим сыном короля Георга V. Однако после отречения от престола его брата Эдуарда VIII, герцога Виндзорского, ее отец зашел на трон как король Георг VI в 1936 году. Она стала королевой, когда ее отец, король Георг VI, умер 6 февраля 1952 года. Принцессе Елизавете было 25 лет, когда до нее дошло известие о смерти ее отца. Она и ее муж принц Филипп были в это время с визитом в Кении. Домой она вернулась, как королева Елизавета II. Ее коронация прошла в Весьминском аббатстве 2 июня 1953 года. В 2012 году Елизавета II отметила свой бриллиантовый юбилей – 60 лет на престоле. Ожидается, что платиновый юбилей Елизаветы II будет отмечаться в июне 2022 года в Соединенном Королевстве и Содружестве наций по случаю 70-й годовщины вступления на престол. Пусть будет долгим ее царствование. Это строка изгибна страны. 2 июня 1953 года состоялась коронация королевы Елизаветы II, и вся страна присоединилась к празднованию. Церемония коронации Елизаветы II проходила аналогично другим коронациям королей и королев, проводившихся в Весьминском аббатстве с 1066 года, а на ее голову по традиции возлагалась корона святого Эдуарда. Королева Елизавета II стала шестой королевой и 39-м монархом, коронованным в Весьминском аббатстве. Ее величество королевы Елизавета, теперь официально известной как королева-мать, наблюдала за коронацией своей дочери. Как и многие другие королевы-консорты, королева-мать происходила из аристократической семьи. Но еще до того, как выйти замуж за будущего короля, леди Елизавет Боуслайн была потомком Королевского дома Шотландии и уже жила в замке. Родилась достопочтенная Елизавет Анжела Маргарет Боуслайн 4 августа 1900 года. Она была одной из 10 детей и четвертой дочери своих родителей. Когда ей было 4 года, ее дедушка умер, и ее отец унаследовал семейный титул, происхождение которого можно проследить через поколение шотландской знати до сэра Джона Лайна и Роберта II, основателя династии Стюартов на шотландском престоле. Отец Елизавет, 14-й граф Стратморт-Инкинхарт, унаследовал графство, а юной Елизавет стала леди Елизавет Боуслайн. Это также означало, что теперь семье принадлежал замок Гламис в Шотландии, куда семья и переехала. Другими семейными местами были Гипсайт, недалеко от Бернанфилда, графства Дарем, и замок Стримлан, возле замка Бернард в графстве Дарем, куда мы и отправимся, чтобы узнать тайны истории королевской семьи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 которая унаследовала огромное состояние после смерти своего сказочно богатого отца, угольного магната. Но это не помешало ей оставить свой след в истории. Мэри Элеонор Булс была одной из первых, кто отстаивал права женщин в отношении развода. Старшим сыном Джона Булса, девятого графа Стратмара и Кинхорна, и графини Мэри Булс, был Джон Булс, который сменил своего отца на посту графа, соответственно став десятым графом Стратмара и Кинхорна. Он был шотландским дворянином и заседал в палате лорда в Шотландии в качестве пэра. В частной жизни у него был долгий роман с простолюдинкой Мэри Милнер, красивой дочерью садовника. В 1811 году у них родился сын. Молодой Джон Булс был зачислен в Илтон как лорд Глэмис. Граф Джон Булс все-таки женился на Мэри 2 июня 1820 года, всего за день до своей смерти. Таким образом он попытался узаконить своего сына этим браком. Горькое судебное разбирательство последовало за условиями завещания графа и через 5 лет было решено, что сын графа Джон унаследует его английские поместья, а его младший брат Томас Лайн Булс унаследует шотландские поместья и его основной титул – 11-й граф Стратмар-Ингинхорн. Унаследовав богатство отца, Джон Булс развел значительные деловые интересы в угольной промышленности и судостроении на северо-востоке Англии, а также был депутатом парламента от либеральной партии Южного Дарема и Верховным Шерифом Дарема. Получив образование в Илтоне и Тринетти Колледже в Кембридже, Джон Булс пройдет интерес к театру, искусству и скачкам. Несмотря на все это, он переехал в Париж, потому что никогда не чувствовал себя полностью принятым в высшем обществе викторианской Англии. Находясь в Париже, Джон Булс познакомился с актрисой Жозефин Бенуа Кофин-Шевалье, дочерью-часовщика, женщиной, страстно увлекающейся живописью и коллекционированием. Вот такими окольными путями, наконец, я подошла к самой сути, теме и цели, самой идее создания этого видео. Чтобы рассказать вам о прекрасной истории любви Джона и Жозефины Боуз, которая началась в Париже, когда они познакомились в Театре Варриет, где Джон владел долей акций театра, а Жозефина работала актрисой. После того, как пара поженилась в 1852 году, на какое-то время они поселились в Шато-де-Бори, в Лювесиен, недалеко от Парижа. Жозефина стала покровительницей искусств, принимая художников, музыкантов и писателей. Поговаривали, что ее салон был самым роскошным в Париже. Находясь в авангарде моды, она сама стала грамотным художником. Ее картины выставлялись в Парижском салоне и Королевской академии. Ее взоркий глаз и богатые связи в мире искусства привели ее к коллекционированию. Она умела замечать молодых художников еще до того, как они стали знаменитыми. Вскоре страсть Джона и Жозефины к коллекционированию переросла в грандиозный проект. Они разработали идею создания музея мирового класса в родовом доме Джона в Тисдейле, графстве Дарем. Для этого Жозефина продала свои драгоценности и замок, купленный Джоном в качестве свадебного подарка. И всерьез взялась за создание обширной европейской коллекции произведений и искусств, покупая важные современные произведения на крупных выставках и создавая массу сокровищ разных веков. В результате появился музей Боуз, жемчужина в самом сердце прекрасного Тисдейла. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Докоративного искусства Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создав DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok